Давайте поприветствуем нашего чемпиона, он награждается дипломом первой степени, Хасбулата Тимирлана! Тимирлан Хасбулатов сегодня празднует тяжелую победу. В финальных встречах соперники навязали ему серьезную борьбу, в которой он одержал верх. Свою победу он посвятил родным и близким, а денежный приз в размере 100 тысяч рублей пожертвовал на благотворительность. Вот вчера новый айфон тоже вышел, айфон возьмем все, но сегодня подумал, айфон придет, уйдет, оно как бы это мерслюе, оно останется. А если эти деньги отдать на благотворительность, у нас много нуждающихся есть, действительно, оно останется наличным со мной. Поэтому это 100 тысяч рублей, я думаю, что здесь даже есть, вот товарищ поручитель. Я, наверное, ты, наверное, лучше знаешь, когда я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. В открытом республиканском турнире по настольному теннису среди мужчин приняли участие почти 240 спортсменов. На чемпионат съехались участники со всей республики. Самому младшему из них 8 лет, а самому старшему 78. Прежде в Дагестане не проходило соревнование по теннису в таких масштабах. Значит, уже вышли 16 сильнейших и уровень, но я хочу сказать, что очень даже не слабый, очень даже не слабый. У нас играют здесь мастера спорта, кандидаты мастера спорта, перворазрядники. Но за организацию это особая, огромная баркала, мустията, федерации настольного тенниса. Все те организаторы, которых мы, может быть, и не знаем. Очень высокий уровень. Профессиональные столы, 8 профессиональных столов. Площадки, счетчики, форсмены, зрители. Как до нас дошло, что очень довольны качеством проведения наших встреч. Масштабный турнир на призы Муфте Республики Шейх Ахмад Афанди был посвящен Дню Единства Народов Дагестана. Такие мероприятия направлены на объединение и сплочение народа. Очень приятно, что наши люди любят спорт в Дагестане. Я думаю, что масштаб такого ранга, этого турнира, именно в настольном теннисе, никогда такого не было. Среди призеров также отметились Магомед Ахмедханов и Магомед Шапи Зайнудинов, занявшие второе и третье место соответственно. Им вручили памятные подарки и денежные премии. Карим Даниев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.